Привет всем, сегодня увидел автоматический электронный тонометр CK101S на запястье с китайского магазина GearBest и его сравнение с электронным тонометром A&D Medical UA668 на плечо, купленным уже более трёх лет назад в российской аптеке, но тоже сделанным в Китае. Для начала портонометр с GearBest CK101S, это портативный цифровой автоматический тонометр-монитор артериального давления на запястье. Поставляется вот такой симпатичной коробочке с рисунками о том, как его правильно одевать, измерять давление и данными о давлении, о нормальном, пониженном и завышенном. Внутри коробки у нас встречает инструкция, подробная, но на английском языке. И вот такой вот пластиковый кейс, вот он красавец. Чем он хорош? Прежде всего своей компактностью и лёгкостью всего лишь 200 грамм, удобностью переноски и простотой вы используете. С ним можете быстро, точно измерить давление и пульс где угодно, дома, на работе, в офисе да везде, даже в общественном транспорте и на ходу, всего лишь нажатием одной кнопки. Тонометр на запястье имеет большой легко читаемый ЖК дисплей, манжету с рабочей окружностью от 13 до 19,5 см и питается от двух мизинчиковых батареек типа 3А. Как вы наверно знаете, давление советует измерять три раза и выбирать из них средние показатели. Так вот, этот тонометр на запястье автоматически сохраняет в памяти до 90 последних значений и вам не нужно их запоминать или куда-то записывать. Этой кнопкой мы запускаем тонометр и он начинает работать. Нажимая на эту кнопку мы видим дату, время, число, год. Если её удерживать, то мы можем соответственно установить год, число, месяц и время. Кнопка Memory. Сейчас значений нет никаких, но если вы уже измеряли давление этим тонометром, то будут показатели и их просто перещёлкивать ещё одним нажатием. Чтобы их сбросить, нужно удерживать кнопку Memory какое-то время. Ну давайте попробуем, конечно это неправильно, этот тонометр должен одеваться на руку вот так вот и поднести его к сердцу, то есть согнуть руку. Так, давайте этот тонометр, чтобы было видно экран, я его поставлю вот так и тоже одену манжету. Мы их запустим все вместе, конечно это неправильно, но выхода у нас нет. Ну что ж, запускаем наши тонометры и молчим. Ну что ж, показания примерно одинаковые, я не знаю почему давление у меня скаканало 130 на 103, может быть на улице бардак с давлением, обычно у меня 120 на 80, может быть из-за того, что одним прибором прижато плечо, а другим запястье, приборы как-то неправильно показывают, а показывают одинаково. То есть что этим, что этим. Вот такое давление показали тонометры, когда я измерял ими давление и пульс по отдельности. Это уже ближе к теме, но всё равно, наверное из-за погоды давление и пульс сегодня у меня как-то повышены. Плюс вот этого естественно, что он работает на батарейках и на сети, но такой прибор с собой уже не потаскаешь. А этот взяли, одели и пошли. Вот допустим, мы уже померили несколько раз, нажимаем вот это меню 136, вот разные показания, которые у меня были. Чтоб их обнулить, нужно зажать кнопку Memory. Всё. Очень простой прибор, просто в использовании, советую его приобрести. Очень недорого, как всегда, по ссылкам в описании к видео. Для меня ясно, что и этим приборам надо измерять давление в спокойном состоянии 3 раза и высчитывать среднее значение, что этим. Каждый раз, когда я измеряю, что этим, что этим прибором, давление и пульс показывается разное, то есть что-то средне арифметическое. На этом всё. Спасибо. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и до новых встреч. До новых встреч. У нас на follower Bandят. Субтитры рассказал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.